Вернемся к заповеди обрезания, на которой мы остановились в конце прошлого урока и который заканчивается недельный раздел Дехлиха, сказано в Торе так, Авраму было 99 лет, и Ашем явился Авраму и сказал ему, я Бог всемогущий, вседостаточный, ходи передо мной и будь непорочен, будь целен, и я поставлю завет мой между мной и между тобой, весьма-весьма размножу тебя, и пал Аврам на свое лицо и говорил с ним Бог и сказал, вот я мой союз с тобой, ты будешь отцом множества народов и не будешь больше называться Аврамом, но будет тебе дано имя Аврагам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, расположу тебя чрезвычайно, проведу из тебя народы и цари произойдут от тебя. Установление союза – это тема, которая появлялась и в предыдущих главах, был союз между половинками, так называемый, Бритбен-Абитарим, и здесь снова появляется тема союза, но перед тем, как Всевышний говорит о заключении союза, завета, то он дает здесь еще несколько слов. «Ходи передо мной и будь веге-тамим». Что значит «веге-тамим»? Слово «тамим» есть у него несколько значений. Первое – цельный, непорочный. Второе – простодушный. Что имеется здесь в виду? Что потребовалось от Аврама? Как это понять? Один из комментаторов рабе Аврама и Бенезра пишет, что имеется здесь в виду именно простодушность, то есть поскольку речь пойдет скоро о заповеди обрезания, действие, которое на первый взгляд достаточно странное, почему вдруг человек должен производить над собой подобного рода операцию. Так вот, Всевышний потребовал от Аврама здесь и ге-тамим, то есть будь простодушный, чтобы не спрашивал меня, не начинай задаваться вопросом, а почему нужно делать обрезание, а зачем оно, а что оно, а какой его смысл. Прими его просто простодушно, не задавая лишних вопросов. Так объясняет Игнария. Принимая здесь значение слова «тамим» как простодушный. «Раши» приводит и другое значение. Первое – как цельный. То есть это само по себе повеление. То есть чтобы мы не подумали, что то, что имеется здесь в виду, это какое-то обещание. Нет, это тоже повеление. «Италех лефанай, ходи передо мной, вегият амин, будь цельным» – тоже повеление. А в чём его смысл быть цельным? «Будь целен во всех испытаниях, которые я посылаю тебе». То есть перед нами тоже испытание. Одно из десяти испытаний Авраама. Так вот, как от тебя требуется, чтобы ты выставил в этом испытании, так и в других тоже, чтобы ты был целен во всех испытаниях, которые я тебе посылаю. Это «Раши» объясняет как «пшат», как простое значение, «а», буквальное значение слова «тамин», а согласно буквальному его значению, то есть согласно «медрашу», ходи передо мной, что до заповеди обрезания, и благодаря тому, то есть то, благодаря этой заповеди обрезания, которую ты сейчас получишь, ты станешь беспорочным. То есть буквальное значение этого слова «беспорочным», как это часто упоминается в Торе по отношению к животным, которые приносятся в жертву. Жертвоприношения должны быть животные беспорочные, у них не должно быть каких-нибудь пороков, типа «бельма на глазу» или ещё что-нибудь. Здесь тоже беспорочное. Почему «Раши» сразу не перешёл к этому простому буквальному пониманию текста? Да потому что довольно трудно отнести слово «беспорочное» к самому этому действию, если действие состоит в том, чтобы произвести себе операцию и удалить себе что-то излишнее, то почему благодаря такому удалению человек вдруг называется «беспорочным»? Беспорочным – это наоборот, что у него всего хватает, а здесь… Значит, поэтому поначалу «Раши» даёт значение как «пшат», т.е. имеется в виду не «беспорочный», а «цельный», имеется в виду, чтобы ты выставил во всех моих испытаниях, а только потом он переходит и к буквальному значению. И что же оно означает? Получается, что пока Авраам не сделал обрезание, у него есть определённый порок. Ну и надо это всё-таки действительно как-то объяснить, значит, порок. Таким человек родился, и речь не идёт о том, что у него какое-то увечье, таким он рождается, и таким все рождаются, но вот наоборот человек… Именно в таком виде он цельный, а наоборот, если ему сделать операцию и что-то от него… Ампутировать что-то, что-то от него отнять, так вот тогда он становится вроде как порочный, тогда у него чего-то уже не хватает. Вообще нужно сказать, что заповедь обрезания, она всегда в древнем мире вызывала не только удивление, но и раздражение людей, которые приходили в контакт с евреями. И отклик этого раздражения мы находим в Медраши, который приводит диалог между еврейским мудрецом и неевреем, который спросил его такой вопрос. «Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, на твой взгляд, чьи создания более совершенны – создание человеческое или создание Божье?» Ну, вопрос, он знает, риторический. Вопрос, обращен к человеку, верящему в Бога, наверное, он должен сказать, так напрашивается сам ответ, что, конечно же, Божье создание более совершенное, человек может сделать. Что человек уже может сделать? А вот Божье создание – они и совершенны. Но если так, то почему вы тогда делаете обрезание? Если человек, как его видело античное мировоззрение, античное самосознание, человек – это предел совершенства. Человек, он совершенен как внешне, так и внутренне, как и по его внешнему виду. Так, предел совершенства. Так что же это за наглость прийти и сказать, человек не совсем, чтобы совершенный, чтобы он был беспорочный, и нужно ему сделать еще небольшое обрезание, небольшую операцию, и вот тогда он действительно станет беспорочным. Наоборот, человек создан таким, как он создан, в том виде, в котором он создан. Он и есть совершенное создание. Ответил ему лудец, давай подумай вместе. Что ты ешь обычно на завтрак? Навряд ли ты употребляешь в пищу зерна пшеницы. Конечно, нет. А что же ты ешь? Хлеб. А зерна пшеницы… А что является божественным созданием? Божье создание – зерна пшеницы. Но не божье создание ты ешь. А ты ешь хлеб. А хлеб человек сделан. Второе. А что на тебе надето? Одежда. Одежда из чего сделана? Она не сделана из клочев шерсти, которые растут на овечке, а она сделана из шерстяной ткани. А ткань – это не божье создание. Шерсть – божье создание, а ткань – это уже человеческое создание. Значит, чьи же создания на самом деле более совершенны? Приходится сказать – человеческие. В этом диалоге вот та самая пропасть, которая лежит между античным сознанием и сознанием еврейских мудрецов. А именно, Тора учит нас, и это мы видим через заповедь обрезания, что человек рождается на свет несовершенным. Наоборот, человек приходит в этот мир, да вообще весь этот мир создан как полуфабрикат. Он не завершён, он не закончен, он недоделан, его ещё нужно завершать, его ещё нужно усовершенствовать. Так всё в мире. Есть пшеница – замечательная вещь, прекрасная. Но пока человек не сделает из неё хлеб, это совсем не то. Вот хлеб – это уже совсем другое. Человек доводит её до совершенства. Шерсть – замечательная вещь, прекрасное у неё есть качество. Но пока человек не сделает из шерсти нитки, а из нитки не сделает ткани, а из ткани раскроет и не сошьёт из неё костюм, то это совсем не то. Так везде и во всём человек становится как бы партнёром Всевышнего по созданию мира. Он доводит всё до кондиции, доводит всё до совершенства. И это касается не только окружающей его среды, окружающая его среда только отражает здесь самое главное, а именно человек должен довести до совершенства самое главное и центральное творение всего на свете – это самого себя. И вот этот путь к самосовершенствованию начинается с простого физического действия, а именно заповедь обрезания, где человек делает небольшую операцию для того, чтобы довести тем самым себя до состояния цельности, до состояния непорочности, до состояния совершенства, вот она-то и указывает человеку здесь путь. И это касается, конечно, не только его физического состояния, но и его духовного состояния. И здесь человек должен воспринимать себя не вот так, как я есть, а смотреть на себя, как на полуфабрикат, как на сырьё, как на сырьевой материал, который ещё должен развиться, должен усовершенствоваться, человеком он должен ещё стать. Дальше сказано так. «И дам я тебе и потомству твоему, после тебя, землю твоего пребывания, всю землю кнанскую, во владение вечное, и буду им Богом». То есть союз, который устанавливается сейчас, он является условием. Первое – рождение потомства Авраама, которому до сих пор, а ему уже 99 лет, это уже немолодой возраст, он, безусловно, уже немолодой человек, даже по понятиям того времени, значит, рождению потомства условия обязательные, первое – это обрезание. Второе – обрезание, установление этого союза, знак которого будет обрезание, это условия для того, чтобы земля кнанская, святая земля стала бы наследием потомков Авраама. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюдай мой завет, ты и твое потомство после тебя в роды их, в роды их имеется в виду, из рода в род, из рода в род, из года в год, постоянно». Это то, что вы должны сделать, вы должны сохранить этот самый союз. А в чем же этот союз? В чем, собственно говоря, его сохранение? «Вот завет мой, который вы должны соблюдать между мною и вами, между потомством твоим после тебя, обрезан и будет у вас всякий мужчина. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и будет это знаком союза между мною и вами». То есть, союз, он союз, означает, что есть особые отношения в результате заключенного договора между Творцом мира и между Авраамом. Есть обязательства, которые берет на себя каждая сторона. Но помимо этого, здесь сейчас речь идет о дополнительном элементе, а именно знак союза. Не сам союз, а знак союза. Знак союза обрезания. Здесь, может быть, тоже имеет смысл коснуться общей темы. Знак союза – это символика. Значит, есть некоторый символ. Вот еврейская символика, она тоже отличается и серьезно отличается от того, что принято в мире. Что я имею в виду? Люди далекие от Торы назвали бы обрезанием церемонией. Если кого-то приглашают на обрезание рожденного ребенка, то он скажет, что его пригласили на церемонию обрезания. Или еще скажут, а что, собственно говоря, происходит на этой церемонии? Происходит некое культовое действие. Вот эти два термина, которыми принято пользоваться. Есть религиозный культ, отправление культа и есть церемонии, свадьба церемония, бармитство церемония, обрезание церемония, похороны церемонии. Это нееврейские, это слова нееврейские, а выражают они, в общем-то, нееврейский подход. В чем он заключается? Заключается он в общем. В центре стоит некоторая идея, есть определенное духовное содержание, какая-то вера, какая-то идея, нечто духовное. Вот этой центральной идее, центральному верованию такому, люди уже стараются найти символическое выражение. И такая символика окружает жизнь людей всюду и везде. Люди, скажем, решают соединить свою жизнь, построить семью. Это духовное содержание, два человека решили обсоединить свою жизнь и в качестве символа, есть церемония свадьбы, и в качестве символа они обмениваются кольцами. Кольца, которые должны здесь вроде бы показать их обучение вместе, то, что они отныне становятся неким единым целым. Символ. Можно было бы выбрать другой символ? Да, конечно. А можно было бы обойтись вообще без символа? Тоже можно. Главное же не символ, главное же содержание. Если с такими мерками подойти и к Торе, то мы будем сказать так. Значит, главная идея, которую высказали здесь, это союз Всевышнего с Авраамом, в силу которого Авраам должен принять на себя определенные духовные обязательства, есть духовное призвание, хотя бы то, чем он занимается, он несет людям веру, он несет людям знания о Боге и так далее, и так далее. Это главное. А есть его внешний символ, то есть обрезание. Но это только внешний символ. А если это внешний символ, то безусловно, без него можно обойтись. Разве не так? Один из первых идеологов христианства, он очень много на эту тему говорил и писал именно так, что обрезание должно быть в сердце. Когда попытались первые идеологи христианства привлечь к христианству неевреев, и, безусловно, они понимали, что то, что их остановит это требование обрезания, то они тут же отказались от этого требования, хотя в Торе это написано. И тогда была выдвинулась эта идея, что обрезание это в конечном итоге только внешний символ, кому он мешает, без него можно обойтись. Главное, чтобы было у человека обрезание на сердце, чтобы сердцем он был возвышен и духовен. Вроде совершенно не еврейский подход, как мы сказали, потому что с точки зрения еврея символика она совершенно иная, а именно символ он непосредственно связан с самим содержанием, которое он выражает, и символ не менее обязателен, чем его внутреннее содержание. Невозможно в тот момент, когда человек отказывается от символа, то он отказывается и от самого содержания тоже. Это вещь неизбежная. Поэтому необходимо хранить этот завет обрезания, вне всякого сомнения. Конечно, верно и обратно. То есть, нельзя ограничиваться только внешним признаком, только внешним символом. Нужно всегда помнить за ним его внутреннее содержание. Когда-то мне пришлось посетить музей, в котором выставлялись различные экспонаты, которые должны были выразить еврейскую жизнь. Ну и вот в разделе обрезания что там показывали? Нож. Так, нож, салфетка, ещё что-то. Вот, оказывается, что такое обрезание. Вот это нож ножом отрезает кусок кожи. Это всё замечательно. Это ещё не обрезание. За обрезанием действительно стоят куда более глубокие вещи. И точно так же, как невозможно оторвать знак завета, знак союза и обойтись без него, точно так же невозможно оторвать от знака союза его внутреннее содержание те люди, для которых обрезание превратилось просто в пустую такую церемонию, в некий такой обряд церемониальный, и из-за этим ничего не несёт, и люди не понимают, что это на самом деле знак союза со Всевышним, который обязывает нас к очень-очень многому, то они, безусловно, тоже утеряли самое важное. Итак, знак союза – обрезание, и это обрезание нам необходимо хранить, ибо оно, как мы сказали, является прежде всего условием нашего существования. Ведь все мы, по идее, не должны были бы быть. Ведь все мы рождены от Ицхака, он является нашим прадцем, и он, по идее, не должен был родиться, и Авраам и Сара были абсолютно бесплодными, бездетными, и должны были оставаться бездетными. И только в силу заключённого союза и знака этого союза обрезания, только в силу этого, и появляется Ицхак, стало быть, мы живём и существуем, само наше физическое существование, оно только в силу того самого союза. И владение Святой Землёй, оно тоже исключительно в силу того самого союза, без союза обрезания, не видать нам Святой Земли, как своих ушей. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды вашей всякие мужского пола, рождённый в доме или купленный за серебро у какого-либо им племенника, который не из твоего потомства. Обрезание не только, обязательно не только по отношению к рождённым детям. Раб, не еврей, купленный и становящийся рабом, тоже обязан сделать обрезание. Обрезан должен быть у вас и рождённый в доме твоём, и купленный за деньги твои. То есть, если раб не только купленный, но и, скажем, у семьи рабов, не евреев, родился сын, есть тоже заповедь, есть тоже необходимость его сделать, ему обрезание. И да будет завет мой на теле вашим заветом вечным. То есть, знак союза у нас. Много есть знаков союза, много подобного рода символики. Есть и цицит на одежде, есть и тфелин на голове, но помимо этого есть ещё и знак, который на теле, так что даже если человек останется совсем без одежды, всё равно отделаться от знаков союза ему не удастся. Не обрезанный же мужчина, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа его из народа его, мой завет он нарушил. Здесь Тора даёт наказание человеку, который, уже будучи взрослым, если его не обрезали, не обрезали его родители, если уже будучи взрослым, он сам себе не делает обрезание, то ему полагается здесь наказание. Это одно из немногих, обычно это наказание карет, то есть то, что отсечение души человека, оно обычно даётся в Торе за нарушение запретов и строгих запретов, здесь же за невыполнение повелительной заповеди. Продолжаем дальше. «И сказал Бог Аврааму Сарай, твою жену ты не называй Сарай, а Сара будет её имя». То есть Всевышний меняет имя не только Аврааму, но и Саре, тем самым меняется абсолютно и их судьба, тем самым и стирается всё то, что они знали о том, что у них не может быть детей, отныне речь идёт о совершенно другом, о совершенно другом раскладе. «И я благословлю её, и дам тебе от неё сына, и благословлю её, и произойдут от неё народы, и цари народов произойдут от неё». И Павел Авраам на своё лицо и обрадовался, и сказал в своём сердце, чтобы у столетнего родился сын. Колоссальное чудо. «И Сара, девяностолетняя, чтоб родила, и сказал Авраам Богу, если б только Ишмаэль жил перед тобой, то есть я не прошу, у меня, в общем-то, сын есть, и от Сары всё-таки есть Ишмаэль, дай Бог, чтобы Ишмаэль был жив, не просто жил, а жил бы перед тобою, то есть, чтобы он был богобоязненным, честным человеком, так что можно было бы сказать, что он живёт перед Богом, мне этого было бы достаточно. Но Бог ему сказал, нет, именно Сара твоя жена, она родит тебе сына, и ты наречёшь ему имя Ицхак». «И установлю союз мой с ним, союзом вечным, для потомства его после него». Не только что будет установлен этот союз, но этот союз не нужно будет возобновлять в каждом поколении, союз этот отныне перейдёт от Ицхака к его потомкам навеки. И Ишмаэля я услышал, а то, что ты просишь по поводу Ишмаэля, это я тоже принял, я его благословил, я распложу его, то есть, он расплодится очень сильно, это будет большой народ, весьма-весьма размножу его, 12 князей он родит, и сделаю его великим народом. «Но мой союз я установлю не с ним, не с Ишмаэля, а с Ицхаком, который родит тебе Сара в это самое время на другой год». То есть, посмотри на часы, заметь, в это самое время ровно через год, обрати внимание, у тебя родится сын. Вот эти слова в конце «в тот самый день», так переводят здесь на русский язык, большинство переводчиков. В оригинале сказано «бе-эци-ма-йо-мазе», и буквальное значение его несколько иное, «бе-эци-ма-йо-мазе», это значит, что буквально среди бела дня, то есть, Авраам не скрывал то, что он делает, хотя, безусловно, у многих людей, у многих его знакомых и соседей, подобное действие могло вызвать удивление, явно бы люди подняли брови, что происходит вообще с человеком на старости лет, что это за… Авраам этого не скрывал, сделал он это всё среди бела дня, обрезался сам и обрезал также своего сына Ишмаэля и всех своих домашних, всех своих рабов. На этом заканчивается недельный раздел «Лех-Леха», и мы переходим сразу, не останавливаясь, к следующему недельному разделу «Байра», сказано в Торе после этого так. «И явился ему Господь в роще Мамре, Элуней Мамре, а он сидел у входа в шатёр во время зноя, в самую знойную дневную пору, и поднял он свои глаза и увидел, вот три человека стоят над ним, и увидел он, и побежал навстречу от входа в шатёр, и поклонился им до земли, и сказал им, господа мои, если я обрёл милость в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего, пусть же принесут немного воды, омойте ваши ноги, прилягте под деревом, а я возьму хлеба и подкрепите своё сердце, а потом пойдёте дальше, и так я прошу, потому что вы прошли мимо вашего раба». И они сказали, ну, делай, как ты говорил. И поспешил Аврам в шатёр к царе и сказал, поспеши быстро, три меры муки, мелкого помола замеси, сделай хлеба, и к скоту побежал Аврам, взял тельца, телёнка нежного, хорошего, и передал его отроку, и поспешил приготовить его, и взял он сливок и молока, и тельца, которые он приготовил, и поставил перед ним, и он стоял под лених под деревом, а они ели. Вот этот недельный раздел начинается с картины гостеприимства Авраама, вещь очень известная, в Устной Торе много об этом говорится, о том, насколько Авраам был гостеприимен, как его мудрецы говорят, что его шатёр имел входы со всех четырёх сторон света, так что каждый человек мог бы зайти. Для Авраама гостеприимство было не только образом жизни, таким вот вовлечённым в жизнь людей, желание сделать максимум милости с другими, для него это был и элемент веры, т.е. Авраам познал Всевышнего как творца мира, который сотворил этот мир не для того, чтобы получить с него, Всевышнему нечего получать, у него нет никакой личной заинтересованности, мир не удовлетворил никакой его потребности, потому что у него нет. Стало быть, если Всевышний в этом мире даёт нам жизнь, даёт нам существование, даёт нам благо, даёт нам воздух, даёт возможность жить, дышать, существовать, всё это из чистой любви, то, что называется хэсет, и поэтому, познав Всевышнего как творца мира, Авраам постарался ему уподобиться, поэтому и главной путевой нитью в его жизни становится хэсет – желание помогать другим желания, давать другим желания, отделять, одолять других. Это образ его жизни. Посмотрим теперь конкретно детали вот этого отрывка, а они совсем-совсем непростые. «И явился ему Ашем в рощи Амре». А он сидел у входа в шатёр в самое знойное время дня и поднял глаза и увидел – три человека стоят уклонены. «То, что явился ему Ашем, это означает, что Авраам сейчас находится в состоянии пророческого видения». Если в самом начале главы Лехлиха, когда Авраам только Лехлиха появляется, там к нему обращён голос, он слышит голос, который ведёт его за собой, и этот голос зовёт его бросить всё, оставить дом своего отца, свою страну, свою родню и идти в другое место, в землю кананскую. Тот затем, когда Авраам уже приходит в Эрес-Исраэль, приходит он в Святую Землю, то здесь уже, написано там, в земле Израиля, к нему приходит видение. То есть, это не случайно, ибо пророчество, а пророчество и есть, по сути дела, контакт человека с Богом. Пророчество – это свойство Святой Земли, и оно возможно только в ней. Так пишет целый ряд авторитетов, про Беруда, Оливьев, Кузари и другие. Ещё раз подчеркнём. Слово «пророк» имеет в русском языке самые различные значения, иногда в это слово вкладывают умение человека предвидеть будущее, иногда говорят здесь о человеке, который обличает, как это и в классической литературе русской видно. Действительно, пророки по книгам Танаха – они обычно становились в оппозицию к власть имущим, к царям, и очень часто, ничего не боясь, обличали цари в их преступлениях, в коррупции. Но всё это не главное, это всё второстепенное. Суть пророчества как явления – это контакт человека с Богом. И представляет оно собой вершину развития человека. То есть максимум, до чего человеческая личность может дойти, вершина человеческого развития – это контакт с Богом. Вот это и называется пророчество. А что касается социальных функций пророков, когда пророки несли людям Слово Божье, так это просто, поскольку, если Всевышний искал кого-нибудь людей, своих посланников, которые могли бы передать людям то, что он хочет им сказать, то он пользовался в этом отношении услугами пророков, ибо кого он ещё попросит – именно людей, наиболее близких к нему. Второе – то, что многие пророки могли предвидеть будущее – это тоже побочный результат пророчества, когда человек становится настолько близким к Богу, когда он находится в контакте со Всевышним, а Всевышний – он вне времени, для него нет разделения на вчера, сегодня, завтра, на прошлое, будущее, настоящее. Поэтому и человек, который приходит в контакт с Всевышнему, ему приоткрывается и будущее тоже. Завеса – материальная завеса. Мы живём в материальном мире, в котором всё происходит во времени, поэтому мы всегда воспринимаем только настоящее. Будущего мы ещё не воспринимаем, его ещё нет по отношению к нам, прошлого ещё нет. Но если бы кто-то существовал вне времени, то у него нет этого же разделения. Его будущее существует уже в настоящем, да и прошлое никуда не ушло, оно тоже существует в настоящем. Всё стоящее, всё не разделено. Так вот, человек, душа которого настолько способна отделяться от материальных покров, от материальных оболочек, что оно способно приближаться к Богу и контактировать с Ним, такой человек, естественно, он может заглянуть и в будущее тоже. Для него это уже не так сложно. Но всё это – побочный результат. А суть – это именно контакт человека с Богом, который представляет себе не только высшую стадию развития человека, но и, как утверждают наши очень авторитетные книги, что это представляет себе высшее счастье, которое только может испытать человек. Так вот, если сказано, что явился, и явился ему Ашем в роще Мамреи, это значит, что Авраам находится в состоянии вот этого пророческого видения. Контакт. Но коли так, так позволен нам будет спасать. А контакт с какой целью? Кстати, нужно ещё подчеркнуть, что контакт пророческий никогда не бывает результатом действия самого пророка, за исключением только Моше. По отношению к Моше – это отдельная история – Моше мог самостоятельно быть инициатором возникновения такого контакта. Все остальные пророки – нет. Значит, контакт мог был только свыше. Только тогда, когда Всевышний находил нужным войти в контакт с человеком, тогда к нему приходило пророчество. Но с какой целью? Для чего это пророчество? Обычно, когда Тора, по крайней мере, когда Тора или книги Танаха рассказывают о таком контакте, то всегда выясняется, что была какая-то цель, т.е. Всевышний контактировал с человеком либо для того, чтобы сказать ему что-то, сообщить ему что-то. А что здесь? Что Всевышний говорит ему? Ничего. Что он ему сообщает? Ничего. Что-нибудь он делает с ним? Ничего. Ещё раз читаю текст. «И явился ему Ашем в Роще Мамре, а он сидел у входа в шатёр в знойную пору дня. Поднял он свои глаза и увидел, вот три человека стоят перед ним. Увидел он, побежал им навстречу, от входа в шатёр поклонился им до земли». Хорошо. Он увидел трёх людей, трёх гостей, побежал к ним, поклонился и начинает их зазывать, они соглашаются, Авраам начинает готовить им еду, а где контакт с Всевышним? Не только что мы не находим для чего цели, ради которой Всевышний контактирует здесь с Авраамом, но и непонятно, куда потом девается этот контакт. Авраам целиком и полностью входит в подготовку, в уход за своими гостями, готовку пищи и так далее. Может быть, если правду прочитать ещё дальше, может быть, скажем так, когда уже гости едят, написано, и сказали ему, гости обращаются к Аврааму, а где Сара твоя жена? Он сказал, а вот она в шатре, и он сказал, я вернусь к тебе в ту пору, и вот сыну Сары твоей жены. То есть гости вдруг оказываются гостями не очень-то простыми, они ещё знают, и они сообщают через Аврааму, что ровно через год у Сары родится ребёнок. Ну, вот, может быть, для этой цели, вот, может быть, казалось бы ответ на наш вопрос, нет? Для чего здесь был контакт с Авраамом? Для того, чтобы сообщить ему, что у Сары родится ребёнок. Всё замечательно, но это не контакт Всевышнего с Авраамом, это Аврааму говорят гости, а оказалось, что они необычные гости оказались совсем не простые, гости совсем даже ангелы, замечательно. Ну, а где здесь контакт с Всевышним? Правда, один из комментаторов того, Рашбан, это внук Раши, да и Рамбан в своей книге Мурен и Вухи. Они предлагают нам такое объяснение. Первая фраза в этом разделе, она представляет собой заголовок. В заголовке есть, в общем и целом, основная идея всего отрывка, а весь этот дальнейший текст этого отрывка представляет собой только объяснение этого заголовка. В чём заголовок? Явился ему Ашем в Роще Мамбе. То есть, у Авраама было здесь пророческое видение. Точка. А как это было? А что там было? Сейчас Тор начинает рассказывать, что было. Было у него такое видение. Он сидел, это был знойный день, он сидел у входа в шатёр, наверное, немножко задремал и увидел, когда он открыл глаза, вдруг увидел, что перед ним стоят три человека, он стал их зазывать, он стал их кормить, и вдруг эти люди оказались совсем необычными, они казались вообще-то даже не совсем людьми или совсем не людьми, они вовсе даже ангелы, и они ему рассказали, что у него будет, первое они рассказали, что у него будет сын, и что, кроме того, они ещё собираются уничтожить грешный город с домом и т.д. и т.д. и т.д. То есть, видение, то, что сказано, контакт, это пророческое видение имеется здесь в виду не контакт человека с Богом, а контакт человека с ангелами, с посланцами Всевышнего, они рассказывают ему, они раскрывают ему, что будет у Абрама сын, родится он у Сары, они раскрывают ему, что его соседи и жители города с дома ждёт наказание, а его племянника Лота они спасут и т.д. и т.п. Это вот направление, в котором идёт Рашбам в комментарии своём к Торе и Рамбам в книге Муреневухим. Рамбам, в принципе, он последовательно в нескольких местах и пишет, что Тора, говоря о пророчестве, о контакте человека с Богом, очень часто имеет в виду контакт человека с ангелами, однако Раши, Рамбам и многие другие авторитеты не принимают этот путь никоим образом, говоря, что пророчество – это контакт человека именно со Всевышним и не по-другому, а контакт человека с ангелами – это могут быть люди совсем не пророки. К примеру, совсем недавно мы читали о том, как наложница Сара и Агарь, когда она убежала от своей госпожи, от Сары, то её настиг ангел в пустыне и начал уговаривать его, чтобы она вернулась домой, вернулась к своей госпоже. Агарь никогда пророком или пророчицей, как хотите, она никогда не бывала. Ангел ей вернулся, ангел ей явился. Почему он явился? Потому что ангел – посланник Всевышнего, он должен был её убедить вернуться назад, потому что такой был план Всевышнего в истории. Но она от контакта с ангелами пророчицей не стала, ей никогда не была и никто её не читает проще. И есть ещё целый ряд мест, в которых мы видим, что ангелы контактируют с людьми, требуя от них что-то, заставляя их что-то делать и так далее. Они вовсе не пророки. Пророчество – это другое. Пророчество – это контакт человека с самим Всевышним. Если так, то все наши вопросы, они и остаются. Что ж такое происходит? Где же здесь? Всевышний является к Аврааму, а зачем, а для чего? Что он ему говорит? Вроде как ничего. И куда, кроме того, куда исчезает потом весь этот контакт в тот момент, когда Авраам начинает заниматься своими гостями. Что ж говорит Раший? Раший объясняет так. «Всевышний явился к Аврааму для того, чтобы это было на третий день после обрезания, когда человек чувствует ещё себя довольно нехорошо, а уж тем более человек в летах, таким, как был Авраам. И Всевышний явился к нему для того, чтобы проведать больного». Раши здесь цитируют Медраши, это написано в Медраши. Понятно, что на первый взгляд немножко это странно. Выглядит немножко таким антропоморфизмом, вроде бы как мы приписываем здесь Всевышнему человеческие качества. Если есть больной, надо посетить больного. Что здесь имеется в виду, как это лучше понять? Харамбан, который идёт здесь вслед за Раши, расширяет его объяснение и пишет так. Смысл этого отрывка – вот в чём. «После сообщения, после того, как Тора сообщила, вот в тот самый день, т.е. прямо среди бела дня, когда Авраам обрезался, и Авраам совершил себе обрезание, после этого Тора рассказывает, как Всевышний открылся ему, ещё больному, после этой операции обрезания, после совершения обрезания, когда тот сидел у входа в свой шатёр и искал хоть немного прохлады, чтобы спасти от изнуряющей его дневной жары». Тора упоминает об этом, чтобы подчеркнуть, в тот момент Авраам совершенно не готовился к пророческому откровению. Он не молился, не падал ниц, но тем не менее к нему пришло это видение. Т.е. очень часто пророки могли делать ряд действий для того, чтобы готовиться к пророческому видению. Я подчёркиваю, что пророческое видение не является, не может быть, инициативой человека. Человек, как бы он ни хотел, чтобы ему пророческое видение пришло, он не может его заказать. Это да. Он может готовиться к нему, делать действия, которые помогут ему приготовиться. Но выйдет ли Всевышний с ним на контакт или нет, это уже от человека не зависит. Он не может заставить Всевышнего пойти с ним на контакт. Да, но приготовиться можно. Авраам и этого не делает. Всё, что делает Авраам, это он пытается немножко... Он вышел из шатра, в шатре душно и жарко, в знойный день. Авраам вышел на улицу, сидит у входа в шатёр, чтобы хоть немного проветриться, хватить немного прохлады в знойный день. И в этот самый момент к нему приходит пророчество. Это откровение Шхины, то есть Шхина – это божественное присутствие, именно так называют мудрецы, контакт человека с Богом Шхина. Было оказанием почести Авраама. Цель его была не в том, чтобы отдать какое-либо повеление или сообщить что-то, но это воздаяние за исполнение заповедей. То есть, вот этот вот... Бывает на самом деле... Мы знаем, это бывает и в человеческом обществе, когда кто-то наносит визит. Бывает визит с какой-то конкретной целью, например, визит для того, чтобы вести переговоры, для того, чтобы о чём-то договориться, совершить какую-то сделку, подписать какой-то контракт, какой-то договор. А бывает совершенно другого рода визит. Бывает визит... Весь смысл визита его в том, чтобы оказать честь человеку. Так вот, подобного рода визит он здесь, Всевышний контактирует с Авраамом, как бы приходит к нему не для того, чтобы ему что-то сказать, не для того, чтобы что-то сделать, а просто в честь Авраама, оказать ему честь. А почему Аврааму нужно оказать честь? За исполнение заповедей. И исполнение заповедей об Рязани – это совсем нелёгкая штука была, совсем непростая. Не просто было решиться на это, не просто было пойти на это. И поскольку Авраам это сделал, и сделал это среди бела дня, не таясь, то заслужил, безусловно, похвалы, заслужил здесь почести, и Всевышний, почитая его, даёт ему пророческое видение. В принципе, это подходит и тому, что говорит Раши, что это посещение больного. Больного посещают не только для того, что понятно, что в посещении больного есть иногда и чисто утилитарные цели, то есть нужно посмотреть, а проветрено ли у него в комнате, а есть ли у больного всё, что есть. Может быть, можно позвать няньку, может быть, можно позвать медсестру, может быть, да. Но помимо всего даже у больного, у которого всё есть и всё ему хорошо, посещение больного прежде всего оно в честь больного для того, чтобы дать ему ощущение, что он не один. Человек, которому больно, человек, которому тяжело, человек, которому неприятно, и помимо физической боли у него есть ещё и духовное страдание, он чувствует себя в боль, заставляет человека почувствовать одиночество. Мне больно, а всем остальным у меня хорошо. Когда к нему приходят и его навещают, то тем самым как бы берут у него кусочек боли, у человека уже остаётся ощущение того, что он вышел за рамки вот этой своей несчастности. Аналогично и здесь Всевышний приходит к Аврааму в честь его для того, чтобы оказать ему почести, для того, чтобы почтить его как награда за исполнение заповедей. Не будем забывать ещё, что само ощущение, само божественное присутствие, сам этот контакт, он был для человека наслаждением, конечно, не физическим, духовным, но наивысшим наслаждением, которое человек только может себе представить. Рамбан приводит дальше целый ряд примеров истории, в котором есть подобного рода контакты. Также сказано о Якове, когда Яков, он возвращается в Эр-Сисраэль, и встретили его ангелы Бога, и тоже ангелы Бога для чего встретили, они ему что-нибудь сказали, или, может быть, они что-то сделали. Нет, не для того, чтобы сказать ему что-либо, или сообщить ему чего-то новое. Он лишь удостоился лицезрения ангела Всевышнего, и таким образом узнал, что его дела угодны Богу. То есть, это тоже был акт похвалы, акт выражения удовлетворения свыше, что ты, Яков, правильно поступаешь, и все хорошо, то же самое и с Авраамом, то же самое и с Авраамом здесь у нас. Вот это вот лицезрение, шхины, контакт его с Богом было для него честью, было здесь еще и заверение, то есть, Всевышний тем самым как бы его заверил в его дальнейшей поддержке. И аналогично сказали наши мудрецы о людях, которые вышли из Египта, когда переходили, когда евреи переходили через море, то сказано, наши мудрецы говорят, что там было такое откровение во время рассечения моря, что даже простая служанка рабыня могла бы видеть и постигать такое, что в дальнейшем великие пророки, как и Хискель, не могли постигать. И что это было, объясняет Рамбан тоже, это было в какой-то степени вознаграждение людям, то есть, это видение, что оно им дало, им что-нибудь сообщили во время этого видения, нет ничего, только это видение было как бы знаком поощрения и наградой за то, что они не побоялись уйти из Египта, не побоялись пуститься в пустыню, не побоялись войти в воды моря, аналогично и здесь. Продолжает Рамбан в следующем опыте. Получается, по словам Рамбана, то, что сказано, и явился ему Ашем в роще Мамре, это непосредственное продолжение предыдущей главы. В предыдущей главе сказано о том, как Авраам выстоял в этом испытании и сделал обрезание себе и всем своим домочадцам, и результат этого и явился ему Ашем для того, чтобы воздать ему почести, похвалить его, подбодрить его. Тогда если так, то по идее надо было бы, чтобы этот пасук, этот стих был бы завершением предыдущей главы, а не началом новой главы. А здесь чётко происходит разделение, наши мудрецы разделили, мы видим, что здесь разделено, предыдущий недельный раздел закончился, начался новый недельный раздел, как бы новое начало. Ведь Рамбан, а не следует придавать значение тому, что это начало новой главы? Это несущественно. Потому что по содержанию оно тесно связано с предыдущим, поэтому это и Тора, более того, обратим внимание на сам текст, как сказано, и открылся ему, как там сказано, и явился ему Ашем, открылся ему Ашем в роще Мамры, а не сказано наоборот, и открылся Ашем Авраам. То есть, если бы это действительно было новое начало, вот новое начало, новая глава, с него всё начинается, тут нужно было бы сказать так, и открылся Ашем Авраам. Открылся, потом кто, такой правильный порядок слов предложения, подлежащее Ашем, и открылся Ашем Авраам. Здесь не так. И открылся ему Ашем, то есть ему, тому самому Аврааму, после открылся идёт ему, главное слово здесь ему, тому самому, который сделал обрезание, сделал Авраам обрезание. В тот самый день, среди бела дня, обрезался Авраам и сделал обрезание всем своим домашним, и явился ему Ашем продолжение непосредственно. Поэтому, хотя здесь начинается новая глава, говорит Рамбан, но по содержанию, безусловно, это связано с предыдущим отрывком. Если так, то посмотрим продолжение текста. И поднял он свои глаза, то есть находясь ещё в контакте со Всевышним. Авраам поднимает глаза и видит, что вот три человека стоят перед ним. Здесь пророческий контакт, пророческое видение начинает смешиваться с реальной действительностью, происходящей вокруг него. Три человека стоят перед ним, и он побежал им навстречу и поклонился до земли. Откуда взялись эти три человека? Раша приводит здесь Медраж, который говорит так. Авраам постоянно занимался гостями, но сейчас, на третий день после обрезания, когда он ещё не очень хорошо себя чувствует, Всевышний позаботился о том, чтобы ему не нужно было заботиться о гостях. А именно, Всевышний устроил так, чтобы была большая жара. Авраам поставил термостат в мире где-нибудь на 40 градусов жары, дело происходит в районе Бершебы, там совсем-совсем жарко. Ну и ни один нормальный человек в такую жару не высовывает носа. Вроде как хорошо, нет, нехорошо. Почему? Потому что Авраам только почувствовал себя некомфортно, наоборот, от того, что к нему не приходили гости, Авраам почувствовал нехорошо. Он сожалел о том, что гостей у него нет. Ну а что делать, если он теперь сожалеет? Но ведь гостей ты уже не выгонишь, никто же не придёт, жара. Тогда Всевышний срочно отряжает трёх ангелов, им высокая температура не мешает, и они предстают перед ним в виде гостей. Фраза, которая высказана дальше, достаточно сложная для её понимания. И разные переводчики по-разному её переводят. Что там сказано? Один вариант перевода. «И сказал он», значит, очевидно, этим трём гостям, «и сказал он, господа мои, если я обрёл милость в твоих глазах, то не пройди мимо твоего раба». Это чёрт такой. «Если господа мои, то дальше должно быть, если я обрёл милость в ваших глазах, то не проходите мимо, зайдите ко мне. Если мы начинаем с господа мои, он обращается во множественном числе к трём стоящим гостям, то так бы и надо продолжать. Но Аврам продолжает? Нет. «Если я не оброчил в милость в твоих глазах, то не проходи мимо моего раба». Почему так? А теперь другой вариант перевода. «И сказал он, владыка, если я обрёл благоволение в твоих очах, то не пройди мимо меня». Словом, «владыка» переводчик хочет подчеркнуть, что это было обращение Аврама к Всевышнему. Как же это понять? Шрият комментаторов действительно говорят, вот это слово, о котором мы здесь говорим, его можно понять как обращение к Богу по имени, а можно перевести его как слово, выражающее «господа мои» или «господа мои» тогда. Либо он сказал им следующую вещь – он обращается «господа мои», но затем переходит на единственное число, ибо эти три человека, они выглядят неравными, они выглядели так, что один из них выделялся как наиболее важный, а два, что называется, сопровождающие его лица, и тогда он обращается к тому, кто выглядит наиболее важным – ты не проходи мимо, заходи ко мне, но уж понятно, если самый важный останется, то уж тогда и сопровождающие его лица тоже зайдут к нему в гости. Либо имеется в виду здесь совсем другое, говорят наши мудрецы, и Раша приводит это объяснение. Эти слова, Авраам, обращены не к гостям, эти слова, Авраам, обращены к Всевышнему. А именно, в тот момент, когда он находится сейчас в состоянии контакта с Богом, в этот момент к нему пришли гости всего. И тогда Авраам обращается к Всевышнему. Владыка, пожалуйста, не оставляй меня. Почему? Я не могу продолжать сейчас активно контактировать с тобой. Гости есть, надо гостей принять и накормить, поэтому ты подожди, не уходи, не покидай, чтобы не закончилось пророческое видение, пока я займусь гостями. На первый взгляд, это выглядит просто невероятной наглостью, если Всевышний находится в контакте с человеком. А человек ему говорит, Владыка, ты меня подожди, немножко. У меня сейчас есть дела. Хорошо? Но ты не уходи, ты подожди здесь. Так? Я сейчас сделаю свои дела, вернусь и… Вряд наши мудрецы, да, совершенно верно. Но это не только наглость, а это именно то, что Всевышний хочет от человека. То есть, мы понимаем отсюда, что гостеприимство, принятие гостей важнее для Всевышнего, чем принятие контакта с ним самим, чем принятие пророческого видения. Почему это так? Почему действительно Авраам нашел в себе здесь смелость обратиться к Всевышнему с этой просьбой, чтобы тот подождал его, пока он займется гостями? В чем смысл вот этого действия гостеприимства? Как оно понимается в ТОПе? Гостеприимство Авраама – это, безусловно, одна из важнейших его качеств и то, что обычно подчеркивается, как его заслуга. Гостеприимство, смысл его не в том, чтобы накормить голодного, усталого человека и дать ему передохнуть, напоить его, если он утомился от жажды. Дело не в этом. Даже человек, который богат, как крест, который едет в… не идёт пешком по раскалённой пустыне, а едет в машине с кондиционером, и такого человека, безусловно, есть митцва, принять его у себя, оказать ему приём. Почему? Смысл этого оказания почести человеку. Какому человеку? Любому. Почему? Да потому что человек, какой он был ни был, богатый или бедный, важный или неважный, он создан по образу и подобию Всевышнего. Человек – это целем и в каким образом подобие Всевышнего. Поэтому, принимая человека, мы оказываем почести тому образу Божьему, который есть в нём. Это оказание почести Всевышнего. Поэтому, когда Авраам оказывается таким образом на развивке, либо он сейчас продолжает контакт со Всевышним, контакт исключительно духовным, либо он сейчас будет заниматься конкретной физической деятельностью по удовлетворению потребностей живых физических людей, носителей образа Божьего в себе, то он предпочитает именно второе, и оно и правильно, оно и верное. Ибо это издаяние почести и чести Всевышнему конкретное, реальное в конкретной жизни. То, что сделал Авраам – это нормативный поступок. То есть, существует Аллаха, который обязывает нас именно так и поступить. Конкретно имеется в виду вот что. Если к вам пришли гости, вы смотрите на часы, у вас нужно молиться Минху. Нужно молиться Минху? Нужно молиться Минху в Миньяне. Значит, нужно пройти 10 минут до синагоги, нужно помолиться там, это ещё 15 минут, 10 минут обратно, на 25 минут. Но вы себе представляете себе, что если вы оставите своих гостей на 25 минут, то гости могут это неправильно понять. Они могут вовсе даже обидеться. И даже если они не выскажут этой обиды, но неприятные ощущения у них, безусловно, будут, что они к вам пришли в гости, а вы их что и бросили… Как же быть? Ответ Валахе – помолиться Минху необходимо. Сама заповедь принятия гостей не освобождает от Минхи, но помолиться её дома, не идти в синагогу, тем самым сэкономить время и не дать гостям почувствовать себя заброшенными. Ибо смысл общественной молитвы – почему нужно идти в синагогу и молиться в Миньяне? Почему нельзя помолиться в одиночку дома? Ибо когда люди молятся в Миньяне, там есть шхена, то есть присутствие Бога, то есть это в самом-самом мизерном размере контакт людей с Богом. Но когда, сказал нам Авраам, когда у нас есть возможность выбора? Либо контакт с Богом на духовном выборе, либо конкретный физический контакт с Божьими созданиями, с носителями образа Божьего в человеке, которых нужно накормить и напоить, так оно важнее, так оно лучше. Поэтому в данном случае можно молиться Минху дома и не отправляться в синагогу. И получается здесь следующая вещь очень важная. Что хотя Авраам вроде бы… Авраам просит Всевышнего, чтобы он его не оставлял. И Авраам занимается сейчас удовлетворением материальных потребностей людей. Дадим возможность помыть ноги, они босиком идут по пустыне, напоить, накормить. Но смысл этого он вот какой. Что то, что мы делаем для удовлетворения физических, материальных потребностей других людей, для нас это духовность. Духовность человека не в том, чтобы заботиться о духовности другого человека. Позаботься о своей собственной духовности. Духовность человека в том, чтобы позаботиться о физических, материальных, простых потребностях любого человека. Авраам не говорит им, о, замечательно, пришли люди, сейчас я им быстро сделаю лекцию об основах еврейского мировоззрение, не надо им лечиться, дай им воды ноги помыть, дай им попить немножко, дай им поесть немножко, и еще Авраам сам говорит, я это все делаю быстро, я вас не задержу, вы не почувствуете даже быстро-быстро-быстро, и сразу пойдете. Вот что требуется от человека, и в тот момент, когда человек заботится о материальных потребностях другого человека, для него это и есть духовность, и эта духовность, она предпочтительнее, чем другая, поэтому Авраам прерывает, не прерывает, а просит Всевышнего подождать его, именно не прерывать с ним контакт, подождать его, пока он займется конкретными физическими, материальными потребностями других людей, а потом он сможет вернуться и продолжать контакт с Всевышним. Это то правило, которому выучил нас Авраам, ну и, пожалуй, здесь мы остановимся, а в дальнейшем посмотрим детали уже конкретно, как Авраам принимает своих гостей, это тема, которая заслуживает отдельного изучения, и это мы посмотрим уже с Божьей помощью на следующем уроке.